Двор на улице Крестьянской теперь с новым воркаут-комплексом отечественного производства. Комиссия проверяет все, от скамейк с урнами до тренажеров и креплений на них. Безопасность детей на первом месте. Самое основное, что тренажеры установлены качественно, в соответствии с нормами правил техники безопасности, зоны отступа, потому что каждому тренажеру есть свои требования, предъявляются. Ну и их функциональность дает себе знать. Следующая остановка комиссии – двор на Горького, 69. Раньше здесь были только две качели, еще с советских времен. Сейчас появилась большая площадка для скалолазания. Прошли проверку и две территории на улице Дзержинского. На первой, около дома номер 25, помимо тренажерной зоны, сделали освещение. А на втором объекте постелили прорезиненную плитку. Выросла в этом дворе. Площадка была у нас в ужасном состоянии, ну ее практически не было. И когда я растила ребенка, мы гуляли, в квартал ходили, то есть очень далеко. Сейчас детки со всех дворов приходят к нам, гуляют. Ну, все довольны. На возведение спорткомплексов в этом году выделили 21 миллион рублей. Этого хватит на 15 площадок, 6 из которых построят в селах округа. Горожане сами решают, что хотят видеть на своей территории. Большой воркаут-центр или небольшой комплекс, но с прорезиненным покрытием. Все работы проходят в рамках программы «Спортивный дворик». Владислав Мажуга, Владислав Нам, Роман Адонин, Телемикс.